Ну давайте посмотрим, Влад дурак, я помню что-то такое, что-то с Игорем Синяком тусовался, что интересно вообще, кто такой Влад дурак, я ебубль, ты меня спрашиваешь, нахуя ты меня спрашиваешь? Когда ты понял, что хочешь стать блогером, первый хайп, хотел быть полицейским, мама не замечала, что я ворую ее косметику, у меня была сестра, она умерла, соболезную, родители переодели меня в платье, угу. Даже был один такой момент, когда мы праздновали Новый год, и... А что с качеством, блядь, а почему качество как будто на Сименс снимали? Блядь, вы видите это качество, нахуя? Все родственники, и папа приехал, ну это не мама видела, а папа, папа приехал со своей супругой, то есть они в разводе, это и так понятно, и с дочкой супругой, блядь, супруги. И, в общем, они переодели нас, ее переодели в костюм, а меня переодели в платье, и я тогда почувствовал себя. Что? Я в платье? Не может быть, это моя мечта. Здорово. Так, давай дальше что-нибудь еще посмотрим. Про эпатажные образы, первые отношения, первый секс, про школу, я написал заявление, что ухожу из школы, гиперопека мамы, отношения с одноклассниками, Селфхарм, избиение отцом, обсуждал с родителями, кто это, почему запрещенные вещества, я пиздился во всех клубах, ну конечно. Что случилось 12 мая? Не знаю. Что было в полиции? Не знаю. Ты девочка или мальчик? Не знаю. Приняли заявление? Не знаю. Екатерина Мизульна, статья 112. Бля, ну короче... Короче, если бы я знал, кто это такой, да, я бы, возможно, посмотрел. А так, вот какой-то Влад дурак. Как меня должно ебать, что он одевается в платье, не одевается, когда он почувствовал себя там в платье хорошо? Да мне посрать-то по большей части. Вот был бы Игорь Синя какой-нибудь и тот же самый рассказывал, это было бы интересно. А так мне, ну, если честно, я даже, знаете, не знаю, кто это, мне еще, ну как, похуй по большей части.